Россия публично признала, что нарушает правила ведения войны. Речь идет о применении химического оружия, сообщает Институт изучения войны. В своем отчете организация заявила, что фактически чистосердечное признание опубликовала 810-я бригада РФ в своих соцсетях. В посте утверждалось, что элементы 810-й морской пехотной бригады развернулись в районе Крынки и применяют новую тактику сбрасывания гранат К-51 с беспилотных летательных аппаратов на украинские позиции, чтобы выкурить украинские силы с их позиций и подвергнуть их воздействию огня с различных видов оружия. Причем именно публичное признание этих фактически военных преступлений, по мнению аналитиков, произошло неспроста. Цель данного и операции, так называемой, имеет несколько целевых аудиторий. Это и, соответственно, информационное давление как на украинскую сторону, речь идет о военных и, соответственно, гражданских, так и, соответственно, сигнал нашим западным партнерам. Подобное давление, особенно на украинских военных, хоть и не приносит результата, но достаточно существенно. Гранаты К-51 – это аналог средств, которые используют при разгоне демонстраций, но в гранате ядовитого вещества в разы больше, что и позволило занести ее в классификацию химического оружия. При том, что россияне впервые написали о применении таких гранат, первый случай их использования был зафиксирован еще год назад. С тех пор периодически К-51 наши бойцы находили на разных направлениях. «Аналогичные случаи были зафиксированы и на момент применения данных гранат Донецкой Запорожской области». Теперь же речь идет о гранатах К-51 на Херсонщине, а именно на Левобережном плацдарме. А переход к использованию запрещенного оружия эксперты связывают с успехами ВСУ и неспособностью россиян противодействовать законными в условиях войны способами. «Вооруженные силы Украины удерживают занятые плацдармы. Причем речь идет не об одном плацдарме в районе Крынок. На данный момент в зависимости от оперативной ситуации количество плацдармов до 10. Изменение тактики связано с успешными действиями украинской ПВО. Речь идет о сбитии СУ-34, которые наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины. Поэтому прекрасно понимая, что возможности выбить подразделения Вооруженных сил Украины нет, перешли к тактике применения химического вооружения». Теперь слово за международным сообществом. Несмотря на то, что на Западе проигнорировали предыдущие инциденты с запрещенными гранатами, теперь их использование было признано непосредственно российской стороной. И чтобы такую практику прекратить, реакция на нарушение международных конвенций просто необходима.